В администрации города прошло рабочее совещание с предпринимателями и юридическими лицами города, говоря юридическим языком с субъектами малого и среднего бизнеса. Основная тема совещания – обсуждение изменений правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства, обсуждение взаимодействия индивидуальных предпринимателей с контролирующими органами. Для этого на встречу были приглашены представители налоговой службы, Роспотребнадзора, специалисты Азбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства и специалисты администрации города. В начале совещания глава города обозначила регламент работы и довела информацию по закупкам по так называемым тендерам. С 2019 года, я могу сказать, чтобы вы тоже могли проверить эту статистику, еще более суровые требования вводятся. На контракты сейчас эту стоимость еще, так скажем, границу снизили, 5 миллионов. Уже не мы даже контролируем ситуацию по проведению торгов, а департамент госзакупок. То есть уже две организации, которые нам фактически, почему многие сейчас спрашивают, почему сейчас только торговали в Бульвар Победы. А мы начинали в апреле, потому что через департамент это еще делается очень сложно. И трижды, трижды предприниматели даже не заявлялись. То есть вот такие вот нюансы есть, конечно, эту позицию мы доводим. Но в этих условиях надо тоже жить, надо заявляться, надо отстаивать свои позиции. Предприниматель Татьяна Чазова обеспокоена кадровыми вопросами и предложила организовать встречу с представителями политехникума, где среди прочих профессий и специальностей идет обучение кулинарному искусству. Не хватает кадров совсем и, не знаю, люди вообще не хотят работать, вообще не хотят, особенно в нашем городе Сбесте. Народ весь, я не знаю, куда уходит и почему не занимаются вот этим вопросом. Это очень болезненный вопрос, очень. Начальник отдела экономики Татьяна Неустроева ознакомила предпринимателей с условиями льготного кредитования и, в частности, кто под эту программу не подпадает. Есть определенные виды деятельности, которые не могут подходить под эту программу. То есть деятельность общественных организаций, торговля оптовая, розничная, финансовая деятельность, азартные игры, производство табачных изделий и алкогольных изделий. Они не попадают под этот беспроцентный зал. Далее Татьяна Неустроева сказала, что оформлением льготных кредитов на территории города занимаются два банка. Это Сбербанк и Банк Открытия. Более подробную информацию по этому вопросу можно получить в отделе экономики администрации города. О необходимости проведения таких мероприятий мы спросили у предпринимателя Ларисы Мальковой, которая занимается выращиванием рассады и цветов, торговлей этой продукцией в зоомагазинах и в теплице. Я не могу сказать, приносят ли они пользу, потому что я первый раз на таком мероприятии. И я надеюсь, что это будут очень эффективные мероприятия, потому что они происходят в режиме «ответ-вопрос». У меня очень много вопросов накопилось, и по результатам вот этого, вот этой встречи, я уже буду понимать, имеют они какие-то смысл, эти встречи, или не имеют. А вопросов у нас накопилось много. Предпринимателей, я вижу, что зажимают, особенно большая конкуренция. И я бы хотела увидеть, что местная администрация защищает наши права, наши интересы. На этой встрече приглашенные специалисты знакомили предпринимателей с принципами работы онлайн-касс, об изменениях правил продажи отдельных видов товаров, о внесении изменений в условия размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Знакомили и с другими нововведениями. Юрий Чиликин, Андрей Осипов. Новости АТВ.